ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ Достаточно сказать, что он лауреат Международной премии имени Джавахарлала Неру. Писатели волнуют тема ответственности каждого человека за наш общий дом, за землю, за мир на ней, за чистый воздух и чистые воды, за чистоту в отношениях между людьми. Отсюда и самая заветная мысль писателя, положенная в основу его романа «Дорога людей». О связи всего сущего в мире. Дорога людей – это не только Великий Шелковый Путь, пролегший в древности через казахские степи и связавший людей многих стран на севере и на юге, на востоке и на западе. Это та нескончаемая вечная дорога, ведущая человечество на поиски правды, красоты, истинного предназначения человека. В романе совмещаются разные пласты жизни и современной, и канувшей в историю. Среди его героев и рыбак-сарала Жанебек, и ученый-историк Аскар, занимающийся изучением великого шелкового пути этой дороги людей. Итак, слушайте первую передачу по роману. Читают артисты Алексей Борзунов и Владимир Шурупов. Письмо Турара оказалось кстати. Оно заставило отложить на время работу над рукописью и совершить поездку в Ординскую область к морю. Но поездка не смогла отвлечь его от мыслей о прошлом края, об истории дороги людей. Любуюсь из окна вагона буйным цветением трав, он мысленно представил себе, какими были эти края во времена, когда караваны купцов да конницы, вождей различных племен, гонцы или миссионеры, паломники или путешественники проезжали в этих местах по Сайрамскому, Тарасскому и Атрарскому оазисам. Турара «Ты что?» Опять увлекся древностью, спросил его недавно Жамарт, с которым он случайно встретился в академии. «Не смеши людей, займись чем-нибудь перспективным, ну, чтоб заметили, обратили внимание». Если бы эти слова произнес кто-то другой, Оскар принял бы их за неудачную шутку. Но сказал Жамарт, тот самый Жамарт, которого он знал с детства и которого когда-то полюбил и считал своим чуть ли не единственным другом. Как-никак они были выходцами из одного аула, правда, в Жамарте всегда жило чувство соперничества. Впервые оно проявилось очень давно, еще в ауле, во время скачек, когда горные колхозы сообща праздновали победу. Боясь, что конь Оскара обскачет его жеребца, Жамарт со всего размаха ударил плетью животное по голове и умчался вперед. Вот, лошадь под Оскаром, получившая удар на полном скаку, споткнулась и упала. Оскар вывихнул руку. Но рука зажила, случай забылся. И в училище, и в университете Оскар и Жамарт ссорились не раз, но все это были мелкие размолвки, и Оскар забывал о них тут же. Правда, он порой замечал, что Жамарт был резок с одними и чрезмерно льстил другим. Он был всегда практичен, трудиться не очень-то любил. Надеялся на свою интуицию и неосведомленность других в вопросах истории древней архитектуры и письменных памятников. Любил ораторствовать, зачастую выдавая желаемое за действительное. Одним словом, Жамарт с детства проявил себя человеком, готовым на любые поступки ради удовлетворения тщеславия и достижения цели. Так он стал заведовать сектором в институте, а затем был назначен председателем координационного комитета. Теперь от него зависело многое и многие. И он как бы играл роль главного руководителя этого огромного научного учреждения, наслаждался данной ему властью. Под видом активного борца за актуальность изучаемых проблем, он начисто отрицал то, что Рьяна защищал в недавнем прошлом. Этим и только этим можно объяснить нынешние поступки Жамарта и его слова, сказанные Аскару при последней встрече перед поездкой. Неуемная жажда стать выше других порой толкала Жамарта на предательство собственных убеждений. Если в прошлом в нем действительно проявлялся какой-то талант, если Жамарт порой действительно увлекался и неистово защищал те или иные научные гипотезы, то теперь он лишь играл в талант, причем игра эта была весьма амбициозной. Если раньше он считал, что величайшего уважения достоин тот, кто восстанавливает память народа и содействует ее сохранению, то теперь он уверовал в преимущество карьеризма и в то, что человек должен как можно больше иметь выгоды в зависимости от своего положения. Но почему же все это происходит? Почему человек меняет свои взгляды и убеждения? Быть может, у Жамарта и не было никаких убеждений. Неужели это и есть симптомы той болезни времени, которая определяется одним девизом «ты мне, я тебе»? Так размышлял Аскар, сидя у окна в купе, и пытаясь представить, как вожаки племен или искатели наживы на заре истории вели здесь свои караваны по лугам, через стугаи, полные дичи, остерегаясь камышовых джунглей, где в изобилии водились не только кабаны и фазаны, но и сам царь здешних мест, Туранский тигр. В те времена именно в этих местах проходила дорога людей – от Тараза до Яссы, от Яссы до Саурана и от Рара, а от от Рара до Дженда и Сыганака. Именем великого города Дженда в ту пору называли «Синее море», А еще раньше, в глубокой древности, на заре нашей эры, где-то здесь, за от Раром, красовался великий город Тарбанд – резиденция Туранских царей. Аскар лелеял надежду, что, может быть, на этот раз ему удастся найти точное месторасположение Тарбанда и побывать на раскопках Дженда. Дженд был одним из узловых точек дороги людей. Оттуда караваны сворачивали на Сауран и уходили на север Кулытау. Последней по Сауранской дороге в конце XIV века прошла конница Тамерлана. С высот Улытау Тамерлан любовался безбрежными травянистыми просторами Сарыарки, на пастбищах которой паслись табуны коней и диких куланов, отары овец, бесчисленные стада сайгаков. Великие просторы, названные казахами «золотым сводом земли», где ныне простираются хлебные нивы, поражали воображение храмца. Собираясь в дорогу, Аскар никому не сказал о цели своей поездки. Видать, причиной тому были слова Жамарта. Аскар взял двухнедельный отпуск за свой счет и объяснил, что поедет в Ординскую область по личным делам. «Личные, говорите?» «Не возражаю. Но как идут дела с расшифровкой письма-послания, с которым явился к нам молодой вождь Саков, или, как уже окрестили золотого воина, казахский тотанхамон?» – спросил Аскара, профессор, директор института. Речь шла о надписи на серебряной чаше, найденной в могильнике в изголовье золотого воина, юного царя Саков, или их вождя, жившего в VI веке до н.э. Мы привлекли к работе всех крупных иронистов, тюркологов и знатоков других письменностей Востока, но пока все специалисты сходятся лишь на одном, что Саки, ЖТСУ пользовались письмом. Возможно, отдельные знаки могут быть сопоставлены с буквами или знаками Эламского, Древнеарамейского и других письменностей Малой Азии, Ирана и Ближнего Востока, но это только предположение. На самом деле, этим письменам нет аналогов. Даже архонно-енисейское письмо не имеет с ним родства, так что содержание письма золотого воина не выяснено. О чем оно, это письмо? Какое послание нам передал юный вождь Саков? Получается, довольно-таки странная ситуация. Скрестились пути двух писем. Одно написано тысячелетия назад и найдено в изголовье золотого воина вождя Саков, а другое прислал Турар. Задумавшись о письмах, Оскар поймал себя на мысли о том, что в нем живут как бы два человека, два Оскара. Один весь поглощен загадками золотого воина, некогда погребенного под холмом у дороги людей, история которого увлекла его мысли. Другой покорно выполняет просьбу Турара, стремясь чем-нибудь быть полезным своему аулу Карлыгашу. Поездка к морю объединяет оба его желания. Во-первых, он может, если повезет, измерить площадь мертвого Турбанда, побродить по холмам Дженда, побывать в Атраре. Во-вторых, встретиться с Женебеком. Но самое главное, он едет сейчас по тем местам, где когда-то проходил великий путь народов. Дорога людей, царская дорога, путь народов, великий шелковый путь. Сколько же названий было у этих старых, ныне забытых и временем и людьми верблюжьих троп, словно кровеносными сосудами еще в далекой древности соединивших меж собой города и страны. Истоки, самый первичный корень этих сосудов, в этом Аскар был уверен, лежат где-то вблизи Адамова дерева, что растет и поныне у слияния Тигра и Ефрата, а, возможно, у берегов Сырдарьи, Хуанхэ, Ганга или Нила. А, быть может, вблизи тех мест, где по оплывшим глиняным курганам лежат города Акадцев или Шумеров, откуда первые повозки на колесах без спиц проложили след к соседней державе. А тащили те повозки, ни кони, ни верблюды, ни валы, их тогда, возможно, еще не успели приручить, а гордые куланы. Столь существенный факт при раскопках столицы шумеров, где изображены повозки с куланами, да еще золотая статуэтка кулана из гробницы шумеровской царицы. Как бы ни тяжелы были те колеса без спиц, придуманные самым гениальным из всех изобретателей мира, они, очевидно, помогли послам доставить дары правителя столицы шумеров правителю Шама, самого известного города тех времен, ибо шумеры были миролюбивы и заботились о сохранении мира, что позволяло им строить великолепные по красоте, богатые, благодаря трудолюбию жильцов, города. И следы, протаренные куланами и колесами первых повозок шумеров, назывались в те забытые истории дни дорогами мира. Ныне об этом могут рассказать лишь камни древнего Шама Дамаска. Ведь из ныне здравствующих городов на нашей планете лишь один Шам может засвидетельствовать рождение и расцвет великой дороги людей, потому что Шам – самый старейший город на планете, ему более восьми с половиной тысяч лет. Но главную тайну времен и событий хранят все же сами дороги. Они свидетели и соучастники великих потрясений в судьбах людей, царей, народов и государств. Они пережили многое, эти стертые временем, местами обновленные, одетые в асфальт и бетон, как и полагается в космическую эру, где-то обсаженные деревьями, где-то занесенные песками трассы. И если бы им, этим старым людским тропам, удалось передать весь опыт прошлого и сделать один, единственный вывод, то он прозвучал бы примерно так. Тот, что проливает чужую кровь, идет по пути захвата земель, чужого добра, тот ускоряет свою гибель. Никакой народ не может стать великим, посягая на свободу и жизнь другого народа. На развалинах чужого государства не воздвигнешь своего. Об этом писал Платон. Писал великий философ Востока Абу Наср Аль-Фараби, пробираясь по дороге людей из Атрара в Багдад. Об этом напоминал Плутарх в своих моралиях, когда вспоминал о походе царя Лидии Креза против персов. Лидия лежала на перекрестке древних торговых путей и славилась своим богатством, но царь захотел стать властелином Персии. Перед походом Крез, как утверждает Плутарх, задал вопрос Оракулу из Дельфов, воевать ли ему с Персией. «Перейдя реку Галис, ты разрушишь великое царство», ответил Оракул. Убежденный в своей непобедимости, Крез двинул войска через пограничную реку Галис и был разбит в первом же бою. Кир Великий, разбивший войска лидийцев, взял Креза в плен. Крез обвинил Оракула в предательстве, а в ответ услышал, что никакого обмана не было, потому что Оракул считал великим его собственное государство Лидию. Таков весьма поучительный урок, красочно описанный многими историками, писателями и поэтами прошлого в назидание потомкам. Падение уровня моря, гибель рыб, исчезновение птиц насторожили и сблизили обитателей острова и людей, и животных. Они, возможно, впервые интуитивно поняли, что являются детьми единой матери природы, что неотделимы от нее. Неведомая сила, оторвавшая могучее море от живительных вод рек и заставившая птиц покинуть родные края, вселила в них тревогу, и потому они старались держаться поближе друг к другу. Женебек первым заметил, что джейраны и куланы уже не боятся и не сторонятся людей, как прежде. Лишь древний инстинкт самосохранения заставляет их на всякий случай держаться в стороне. Но если день или два не видят людей, то сами ищут их и пасутся вблизи человеческого жилища. Люди тоже стремятся не терять животных из виду. За осень, зиму и весну Женебек пытался познать не только повадки животных. Уже через неделю после прибытия на остров Барса-Кельмес он хорошо знал вожака благородных куланов. Он мог точно указать, где находится вожак табуна, среди своих сородичей или в стороне из-за кустов смотрят за окрестностью, нет ли хищников. Да и сам вожак очень скоро перестал обращать внимание на Женебека, часто наблюдавшего за ним. Он, кажется, узнавал Женебека. А в первые дни вожак всегда был настороже. Как-никак Женебек все же был чужаком на острове. Но вот наступила зима. Снег покрыл землю, начались холода и вожак покинул свой табун. Покинул неожиданно. В морозную ночь, отделив от табуна старых, ослабевших маток и еще малых жеребят, вожак пригнал их поближе к человеческому жилью, где все было залито дурманящим запахом дыма и снега. Он грудью проломил тонкие осиновые колеограды и подвел самок с детенышами к стогу сена. А когда куланы с жадностью набросились на сено, он незаметно исчез. Вслед за голодными куланами к стоянке людей пришли джейраны, для которых зима оказалась на редкость суровой. Подкарамливая животных, Женебек забыл о вожаке, посчитав, что тот вернулся в свой табун. Но когда денька через два Женебек вместе с бывшими рыбаками совершил поход в южную часть острова, где в те дни обитал куланий табун, то понял, что там нет вожака. Вокруг табуна похрапывая носился новоявленный предводитель, молодой жеребец. Куда же девался вожак? Женебек успокоился только тогда, когда далеко в стороне обнаружил одинокий след. Бывалый вожак выбрал одиночество. Он стал саяком. Обозначая места зимнего обитания не только родного табуна, но и джейранов, всегда идущих вслед за куланами, саяк прошел на большом расстоянии от зимних пастбищ. Он обследовал всю окрестность в поисках хищника, который может сделать засаду на ослабевших животных. Иногда он останавливался, рыл копытами снег, чтобы добраться до прошлогодней травы и утолить голод. Если же попадались густые кустарники или проталины, где можно было легче добыть корм, он, не торопясь, поедал каждый кустик до корней, набирая сил, а затем вновь шел, подолгу останавливаясь на вершинах холмов и вглядываясь вдаль. Он сделал окончательный выбор. Отныне он одинок, он готов к последней битве и поэтому страшен для зверя, замыслившего напасть на его потомков, подумал Женебек. Но вскоре он забыл о старом вожаке куланов. Теперь его больше интересовал новый предводитель табуна. Как он поступит? Уведет своих подопечных подальше от человеческого жилья или же поймет, что уходить далеко в такую зиму опасно? Внезапная затяжная метель или снегопад могут погубить и жеребых маток и молодняк. Молодой вожак оказался не из числа глупых и грубых забияк. Он был внимателен, ревностно следил за своим табуном и с тревогой наблюдал за погодой. Как только начинало хмуриться небо, он уводил табун с уже оскудевших пастбищ на южной окраине острова и вел его ближе к человеку, остро ощущая запах дыма и сена. Возможно, он инстинктивно чувствовал, что старый саяк где-то поблизости и наблюдает за его действиями. За дни и месяцы, проведенные на Барсаке-Льмесе, женобег понял еще и то, что гибель грозит не только великому степному морю, но и животным, обитающим на острове. Сам по себе остров велик, но зимой площадь пастбищ на нем уменьшается. Впадины, овраги, ложбины и луга покрываются толстым слоем снега. Только на плоских оголенных равнинах, заросших редким кустарником, не держится снег, сдувается ветром или же быстро тает под лучами солнца. Но этих пастбищ уже не хватает, если учесть, что стада сайгаков здесь быстро увеличиваются, как и во всем при Оралье и Приболхашье. Табун куланов тоже стал крупным настолько, что весной он делился на несколько косяков. А что касается джейранов, то они в холодные и снежные дни вынуждены не отставать от куланьего табуна или сайгачьего стада, чтобы, идя вслед за ними, подбирать крохи из-под разрыхленного копытами снега. В длинные зимние ночи Женебек думал о многом. Иногда он вовсе не спал. Одевшись, тихо выходил из дома и подолгу стоял, вслушиваясь в ночные звуки, в отдаленные пофыркивания сайгаков, в тихие и настороженные шаги джейранов, в отбирающихся к разбросанному специально для них корму возле загона. Куланы подходили редко, лишь в крайней необходимости. Холодные крупные звезды мерцали над миром, а спутники, плывущие по небу, были похожи на ожившие светила. Море закрывалось льдом на день-два, а затем вновь раскрывалось. Лед быстро разъедался солью. Тяжелые, почти незаметные для глаза волны, подгоняемые ветром, настойчиво выталкивали и громоздили льдины у водной кромки. Однажды Женебек в бинокль ясно увидел, что на лбу молодого черногривого жеребца, ставшего вожаком вместо старого саяка, над левым глазом есть шрам, заросший белой шерстью. Есть тонкий длинный шрам и на крупе жеребца. Один из обитателей барса-кельмеса Балатхан объяснил, что это тот самый куланенок, который несколько лет назад упал с обрыва в море. Метеорологи видели, как у самой кромки обрыва резвились несколько жеребят. Небольшой косяк кобылиц пасся рядом, не обращая на малышей никакого внимания. Жеребята с восторженным ржанием пускались на перегонки, стрелой пролетали через кустарники, догоняли друг друга, толкались, брыкались, хватали зубами за тонкие гривы. Вожак табуна наблюдал за игрой куланят издали. С острова в сторону моря дул ветер, и, быть может, поэтому вожак не почуял запаха зверя и не заметил, как из-за врага, что вблизи берега выскочил волк и бросился на самого игривого, озорного куланенка, оказавшегося с краю. Тот, даже не успев подать голоса, помчался по самой кромке обрыва, от страха перескочил через трещину и очутился на пятачке уже давно подточенного волнами глинистого утеса. Жеребенок не мог развернуться и сделать прыжок назад. Его ожидали волчьи зубы. Почва под ногами малыша стремительно поползла вниз. Жеребенок, ударясь о торчащие с обрыва засохшие корни, кубарем полетел вниз и скрылся под водой. Еще не успели опомниться метеорологи, в бинокль наблюдавший за этой сценой со старого заброшенного за ненадобностью маяка, как с обрыва в стремительном прыжке, переломив копытами хребет волка, бросился в воду вожак табуна. Зверь с переломанным хребтом, удар вожака был сильный, тоже скатился под обрыв в воду. Подталкивая обессилевшего и насмерть перепуганного малыша, вожак поплыл в обход утеса и вывел сына на пологий берег. Наверное, эти шрамы, заросшие белой шерстью, от ран, полученных тогда в детстве, сказал Балатхан. Теперь же Небег знал, почему Саяк уступил свое место в табуне ему, этому молодому черногривому жеребцу со шрамами на лбу и на крупе. Саяк любил его, он был его любимым сыном. В один из весенних дней, уже покидая остров, Женебег увидел, что на высоком утесе, словно каменное изваяние, стоял старый Саяк. Быть может, он наблюдал, как там вдали ведет свой табун его сын. Но, вероятнее всего, внимание Саяка привлекла одинокая лодка, ведь уже давно близ острова не появлялись пароходы или рыбацкие катера, лодки. Саяка, видимо, одолевала любопытство, куда же направляется эта одинокая лодка. Неужто человек, сидящий в ней, выбрал одиночество, как и он, Саяк? Но разве двуногие способны на такое. Как бы там ни было, Саяк не шелохнувшись, стоял на вершине утеса, и Женебег ощущал на себе его пристальный взгляд. И от этого взгляда человеку становилось не по себе. Женебег старался грести быстрее, но это ему не удавалось. Было тяжело, лодка очень медленно, словно нехотя отдалялась от острова, выходя в открытое море. Женебег не заводил мотора. Он хотел уплыть с острова так же, как и приплыл сюда прошлой осенью, не нарушая печально-торжественной тишины на веслах. Хотя моторчик, который заглох тогда далеко на подступах к острову, ну или был хорошо отремонтирован и опробован балатханом. Мотоциклетный, еще навехонький, хорошо будет работать. Только вода в море стала шибко густой от соли, потому будет тяжело для него. А если по реке или еще где-либо, то благодать, хороший моторчик, только уход за ним нужен, говорил балатхан. Провожая жены Бека, балатхан наполнил до краев бак. Ахнярск и станом завернули и уложили в лодку несколько лепешек с печеной картошкой, луком, солью и куском вареной сайкачатины. Налили холодной воды в объемистую пятилитровую бутыль из пластмассы. Усаживаясь в лодку, Женебек боялся взглянуть в глаза ребятам. Ему казалось, что они уже знают о том, что он покидает остров вопреки своему желанию. Да, он полюбил их, этих честных, добрых, трудолюбивых людей, сроднился с ними за эти полгода. Он волновался, как никогда раньше. Это что-то старческое, успокаивал он себя. Он даже не обратил внимания на то, что перед самым отплытием вдруг заныла старая рана. Пречувствуя, что если не отплывет с острова сегодня, сейчас, то может задержаться здесь на неопределенно долгое время, он вдруг засуетился, заспешил, начал торопливо прощаться, но Балатхан заявил, мы все равно не отпустим, пока не выведем вашу лодку из мелководья, иначе вы никуда не уплывете. За те месяцы, что вы находились здесь, море у берегов стало еще мельче. Женебек сам хотел перетащить лодку через мелководье, но ребята насильно усадили его, и втроем, рассказывая веселые истории, повезли по мелководью. Женебеку было неловко, он старался слезть с лодки, но ребята не давали ему ступить в воду. Так они прошли метров пятьдесят, а то и больше, пока вода не стала выше колен. И тогда обитатели острова поочередно, как родные братья, обнялись с Женебеком. А когда Женебек взялся за весла, подтолкнули лодку. Поскорее заводите мотор, а то расстояние-то немалое, вам надо засветло добраться до берега, заботливо сказал Балатхан. Здоровья и удачи вам, крикнул Ахияр. Ребята медленно, то и дело оглядываясь, пошли к берегу и долго стояли там, провожая взглядом одинокую лодку. Женебеку показалось, что они при расставании немного взгрустнули. Защемило сердце. Он сильнее налег на весла, старался не смотреть ни в сторону ребят, ни в сторону одинокого Саяка, стоявшего на утесе и навевавшего тоску. Он нажимал на весла, греб и греб, не поднимая головы, и вскоре почувствовал усталость. Все еще не выпуская весел, он поднял голову. Саяк исчез. То ли зрение ослабло, то ли Женебек действительно сумел уплыть так далеко, но, как бы то ни было, вместо острова он увидел длинную желтую полоску земли, окруженную густой темно-синей гладью воды. Неожиданно вновь кольнуло в боку. Почувствовав боль, Женебек перестал грести, убрал весла и, напрягая зрение, вглядывался в эту желтую полоску в надежде увидеть ребят или Саяка. Но тщетно он вновь почувствовал, как заныла старая рана, ощутил острую до боли в сердце тоску. Не вернуться ли назад к ребятам? Ведь он нужен им, он нужен и всем животным, что обитают на острове, и даже старому Саяку. Они с Саяком уже привыкли издали следить друг за другом и понимали друг друга. Но как же быть тогда с самим собой, со своей совестью? Остаться равнодушным к гибели моря? Равнодушие хуже, чем предательство. Женобек вспомнил, как часто повторял эти слова сапарага, вспомнил свой аул в горах Жетесу. В нем всегда таилось неодолимое желание вернуться в родные края. Но что-то необъяснимое не отпускало его от моря. Быть может, это от того, что здесь, на берегу, он похоронил свою любовь? Или потому, что благодаря былой щедрости этого моря он стал героем? Он считал себя обязанным сделать все возможное, чтобы спасти море. Если оно, это море, тысячи лет помогало людям, спасая их от голода, то ныне оно ждет помощи от людей. Нет, не помощи, а пощады. Оно просит утолить его жажду водою великих рек, его вечных кормилец. Боль в боку усилилась, стала невыносимой. Женобеку хотелось лечь на дно лодки, смотреть в небо и выйти, выйти, как воет одинокий волк. Он старался взять себя в руки, огляделся вокруг, определяя кратчайшее направление до берега, повернул лодку на северо-восток. В километрах в пятидесяти отсюда должно находиться устье сыр Дарьи. Там старицы и лагуна, оставшиеся после ухода Дарьи. Они заросли камышами, и там еще разводят рыб, есть колхоз. Тот самый колхоз, председатель которого в прошлом году вывел своих людей, бывших рыбаков, на помощь Женебеку, когда Женебек начал разрушать дамбу, возведенную в устье Дарьи. А началось все с того, что Женебек решил добраться до места, где река впадает в море, чтобы собственными глазами увидеть то, что происходит там. Он пешком прошел по местам, где когда-то широкими разливами Дарья впадала в море. Под ногами лежала уже успевшая зарасти травой, но еще не успевшая усохнуть от вековой влаги земля, бывшее русло реки. Пройдя несколько километров, он натолкнулся на глиняную дамбу. Невысокая дамба, всего лишь метра полтора-два в высоту, но очень широкая, так что вода реки не могли обойти ее. Поднявшись на сопку, Женебек увидел вдали рисовые поля, уходившие за горизонт. Там начиналась уборка. Вода уже до будущей весны не нужна рисовым чеком. Широко разлившись за дамбой, она уходила в пески. Вновь направляясь к дамбе, Женебек увидел среди зарослей небольшой шалаш. Заглянул в него. Не души, лежат два китменя. Женебек облюбовал один и уже ни на что не обращая внимания, заторопился к дамбе. Влез на нее, дошел до самой середины, встал поудобнее и широко размахнувшись, вонзил китмень в тело дамбы. Затвердевшая, перемешанная с илом и камышом, плотно утрамбованная глина поддавалась с трудом. Сбросив одежду, оголившись до пояса, Женебек со стервенением прорубал проход для воды, когда откуда-то появился всадник. Вначале он с удивлением смотрел на Женебека, потом вдруг заорал, «Эй, эй, ты что вредительством занимаешься?» «Уважаемый, запомни, не я, а те, кто строил дамбу, наносят вред. Вода нужна не только для риса, но и для моря», задыхаясь от усталости, ответил Женебек. Всадник ускакал. Вскоре у дамбы появились люди. Одни шли со стороны бывшего рыбацкого поселка, другие мчались на конях со стороны рисового совхоза. Но дело было уже сделано. Сквозь узкую щель, прорубленную Женебеком, вода начала вырываться из-за подни. Она быстро размыла для себя широкий проход и рванулась в сторону моря. Бывшие рыбаки узнали Женебека и встали с ним рядом. Подошла толпа рисоводов и, как ни в чем не бывало, стала справляться о житье-бытье бывших рыбаков. Женебек понял, что эти люди больше никогда не станут строить дамбы в устье дольги. Женебек закрепил руль так, чтобы лодка не смогла изменить направление, с трудом дотянулся до мотора, взялся за конец ремешка, намотанного на маховик, и дернул изо всех сил. Глухо урча завелся мотор, и лодка, набирая скорость, пошла вперед. Боль не утихала. Отпив немного воды из бутылки, Женебек пытался осилить боль сидя, но вскоре был вынужден лечь. Лодка пока шла на малой скорости, разрезая густоту морской воды. Он лежал, подложив под голову свой старый плащ, вслушиваясь в равномерный гул мотора, вглядываясь в бесцветное летнее небо. Солнце не очень беспокоило его. Прохладный ветерок, гулявший по синей глади, приятно омывал лицо. Он даже закрыл глаза и облегченно вздохнул, когда боль ослабила свою мертвую хватку. Все-таки как-то ненормально, нехорошо это, обессилев от боли лежать на дне лодки, подумалось ему. Смерти он не боялся. Он мог умереть давно, еще на фронте, на берегу Днепра, когда был тяжело ранен и потерял сознание. Они пытались отбросить наседавших гитлеровцев и пошли в контратаку. Вначале он не понял, что ранен, ноги стали ватными, что-то теплое, липкое обволокло правый бок. Уже падая, он увидел лицо фашиста, его холодный леденящий взгляд. Нажал на курок. Больше он ничего не запомнил. Очнулся в госпитале. Медсестра, доставившая его в госпиталь, рассказала, что он сутки пролежал во враге и потерял много крови. Никто не знал, что он ранен, считали погибшим. И только когда отбили очередную атаку фашистов и собирали тела погибших, обнаружили, что он еще дышит. Так что он мог погибнуть на фронте и не раз, но не погиб. Женебек мог не раз умереть и дома, в ауле, когда раскрывалась и гноилась рана, но не умер, выжил. О, как ему не хотелось жить, когда его жена умерла о природах первенца здесь, на берегу моря. Но он жив и живет по сей день. И, конечно, было бы глупо умереть от старых ран на дне лодки в пустынном море. Женебек посмотрел на часы. Прошло всего лишь немногим более часа. Видать, старость одолевает, раз невеселые думы пошли, произнес слух Женебек открывая бутыль с водой. Он чувствовал, что у него начинается жар, хотелось пить и пить. Он вспомнил, как однажды в ауле, когда раскрылась рана и у него начался жар, а врач никак не мог сбить температуру, гульбану принесла воду из далекого горного родника, считавшегося священным. И вот что странно, как только Женебек отпил той вкусной горной воды, ему стало легче. Родников в ауле много, и в каждом вода вкусна по-своему. Нигде в Казахстане больше нет таких целебных родников. Гульбану знала все родники и в ауле, и в горах, но вода из маржан булака, принесенная сестричкой, была действительно целебной. Женебек невольно улыбнулся. Воспоминания о гульбану всегда были приятными. Она была ему и помощницей, и другом. Собственно, она, несмотря на свой детский возраст, вела все хозяйство в доме и наравне со взрослыми работала в колхозе до тех пор, пока Женебек не отправил ее после окончания школы учиться. Он всегда относился к ней как к взрослому человеку, ничего не скрывал от нее и часто советовался. Но однажды, когда гульбану, глядя ему прямо в глаза, попросила рассказать все, что он знает о матери, он не смог ответить ей ничего вразумительного. Она была ласковой, доброй, но молчаливой. Я не помню, чтобы она на что-то жаловалась. Я всегда видел ее возле очага, готовящей еду, стирающей белье или работающей в поле. Но как бы далеко от аула она не работала, к ночи всегда возвращалась домой, неся за спиной вязанку хвороста или соломы, рассказывал Женебек. Лишь изредка я слышал ее песни. А длинными вечерами она рассказывала печальные сказки. Она мне тоже рассказывала сказки, и я помню их, нетерпеливо перебила гульбану. Ты больше о ней ничего не знаешь? А что нужно знать о нашей маме, спросил Женебек. Ему было непонятно поведение гульбану. Мама наша была прекрасная, честная, трудолюбивая. Отец очень любил ее. Ты этого не знаешь, потому что он умер через шесть месяцев после твоего рождения. У него была глубокая ножевая рана на спине. Враги ранили еще во время коллективизации. Гульбану слушала невнимательно. Она ждала другого ответа. Ее мысли бродили где-то в стороне. Ну ладно, та, ты сказала она. Так она с детства называла брата. Ты наверное не знаешь, со вздохом проговорила она. Или же врет этот нехороший человек. Чего я не знаю, кого ты имеешь в виду? Кайрата. Ну и что тебе наговорил этот проныра? Говорит, что наша мама сначала была замужем за баем Торигильды, ушедшем за кордон, а потом вышла замуж за нашего отца. Нет, сестра, это неправда, резко ответил Женебег. Мама всегда была верным другом нашего отца. Акбала Женебег впервые назвал мать по имени, была красивой, смелой и гордой девушкой. Торигильды пытался с помощью своих нукеров насильно увезти ее за кордон. Они схватили ее ночью и повезли через перевал. Наш отец, собрав своих друзей джигитов, преградил им дорогу на узкой горной тропе. Он не дал врагам угнать овец и увезти нашу маму. Тогда же в схватке он получил ножевую рану в спину. Наша мама выходила его. И ты, сестричка, никогда слышишь, никогда не смей думать плохо о нашей маме. Не верь проныри Кайрату. Да и что он может знать этот Кайрат? Он лишь повторяет злобную выдумку своего деда Калтакоже, вечного клеветника и Хапуги. Такие живут коварством, они живучи. Такие люди, как Калтакоже, могут отравлять жизнь других и после своей смерти, подумал Женобек, вспомнив свой давний разговор с сестренкой. В отличие от матери, Гульбану выросла жизнерадостной, немного шумливой, открытой, за любую работу принималась с веселым озарством, выросла красавицей. Люди говорили, что она точь-в-точь Акбала в молодости. Да и муж ей попался скромный, тихий, и дети у нее хорошие, хотя, конечно, она очень любила Аскара еще с детства. Женобек знал про это, но никогда не говорил об этом вслух. Надо побывать в Гульбану, может, какая помощь нужна, подумал Женобек, чувствуя, как лодка сбавляет ход. Мотор чихнул три раза, и заглох. Кругом мертвая тишина, ни всплеска, ни голоса птиц, лишь неподвижная темно-синяя гладь вокруг. Женобек глядел на северо-восток. Сливаясь с пепельной белизной неба, лежала та же гладь воды. Берегов не видно. Он с трудом повернул нос лодки прямо на восток. Где-то поблизости должен быть остров Узен-Каир. Там есть люди. Усилился жар. К тому же, как только ослабевал ветерок, нещадно полило солнце. Женобек больше не пытался грести или завести мотор. Собрав все вещи в кучу, он с трудом устроил себе что-то вроде мягкого кресла и полулежал, пытаясь обозревать водную гладь, раскинувшуюся впереди. А вдруг покажется берег. Вы слушали страницы романа казахского писателя Ануара Алимжанова «Дорога людей». Передача первая. Читали артисты Алексей Борзунов и Владимир Шурупов. Артесты «Дорога» Продолжение следует...